Трехлетнего мальчика чуть было не раздавил поезд. Малыш гулял по путям. Его спасли охранники РЖД. На границе задержан мужчина, который находился в федеральном розыске за убийство. Десять лет он скрывался в Абхадии. Штрафы больше теневых работодателей меньше. Мэр Сочи подвел итоги работы краевых ревизоров за неделю. Море, пальмы и хоккей. В Сочи стартовал один из сильнейших хоккейных турниров на побережье. Более 1 миллиарда рублей выделят на подготовку школ к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании. Это средства регионального бюджета. Деньги пойдут на ремонт и оснащение школ, а также безопасность учебных заведений. Глава региона отметил, вопросы безопасности должны стоять на первом месте. Очень важно, чтобы школы были оборудованы тревожными кнопками. Это принципиально важно. Проберить компетенцию ЧОПов, которые отвечают за охрану объектов образования. Коллеги, знаете, здесь не нужно отговорку делать, что у нас на ЧОП денег нет. Но те школы, у которых нет, может быть, я согласен, районные. Школы еще имеют возможность. А вот станицы, поселки, хутора. Коллеги, есть казачество. Вот с ними договаривайтесь. Также необходимо проверить обеспеченные школы системами противопожарной безопасности. Эти кнопки тоже должны быть. И тревожные кнопки, и кнопки противопожарной безопасности должны быть. Сейчас подготовка школ в Краснодарском крае выходит на финишную прямую. В некоторых ремонтные работы уже завершены. В интернете появились кадры спасения на железнодорожных путях трехлетнего мальчика от надвигающегося многотонного локомотива. Напомню, инцидент произошел на днях на перегоне Лазаревской Ашипси. На кадрах с камер видеонаблюдения хорошо видно, как трехлетний мальчик выходит на железнодорожные пути и достаточно долго находится там один, без присмотра. Спасать ребенка, размахивая руками и сигнализируя машинисту приближающегося поезда о том, что нужно остановить состав, бросились работники РЖД, которые, к счастью, оказались неподалеку. Они за несколько секунд до трагедии схватили ребенка, вытащив его буквально из-под колес локомотива. Тут же из кабины появился явно напуганный машинист поезда. И только потом родители спасенного мальчика с надувным матрасом. Также в сети были опубликованы фотографии героев спасителей малыша. Это Александр Семиглазов и Арсентий Хазарян. Они работают охранниками в структуре РЖД. В Сочи задержан подозреваемый в кражах из автомобиля. И поймать преступника помогло видео с камер наружного наблюдения. Вот он момент совершения преступления. Молодой человек без труда проникает в машину и забирает вещи. Добычей 24-летнего местного жителя стали деньги и ювелирные украшения на сумму 45 тысяч рублей. С места преступления сочинист скрылся, но уже очень скоро был задержан у себя дома сотрудниками полиции. На месте преступления они обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев подозреваемого. В настоящее время установлена его причастность к аналогичным преступлениям. Просим всех, кто пострадал от преступных посягательств данного лица, сообщить в органы внутренних дел. Нигде не работающий молодой человек признался в совершении двух преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На российско-абхазской границе задержан мужчина, который находился в федеральном розыске за убийство. От уголовного преследования он скрывался в Абхазии больше десяти лет. Выпив для храбрости, 30-летний мужчина решил пересечь границу вброд через пограничную реку Псоу. Однако, едва ступив на российский берег, был задержан пограничниками. Как пояснил задержанный, он давно хотел вернуться в Россию, но знал, что законных путей попасть в страну без последствий у него нет. В 2005 году он проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по факту убийства. Тогда в одном из городов Ставропольского края в результате нетрезвой потасовки он нанес одному из ее участников несколько ударов ножом. Сейчас органами дознания Краевого пограничного управления ФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету по Ставропольскому краю. На пляжах Сочи нашли нарушения в части безопасного пользования и отдыха на море. В ходе рейдов специальная комиссия, организованная администрацией Сочи, выявила десятки ошибок. Чаще всего на пляжах нет лодок. Кроме того, многим спасателям не хватает элементарных знаний и профессиональных навыков. В оставшийся период летнего сезона в каждом районе всего Большого Сочи сотрудники администрации совместно со службой спасения, представителями Кубаньспас и ГИМС, продолжают проводить уроки для спасателей, вспоминают теорию, тренируются на практике. Мероприятие по оказанию первой медицинской помощи, для того, чтобы спасатели были более подготовлены. На эти тренинги мы собираем спасателей, у которых сегодня нет смены. То есть все пляжи обеспечены спасателями, но те, которые сегодня не работают, они сегодня присутствуют здесь. И следующий тренинг будем проводить с теми спасателями, которые сегодня работают. Наказаний для пляжных арендаторов, которые нарушают правила, не предусмотрено. Сезон слишком короткий, объясняют в администрации, но в следующем году, заключая новые договоры на аренду пляжей, нарушителям может быть отказано. На чистую воду вывести всех теневых работодателей. Такая задача стоит перед краевыми ревизорами, которые неделю работают в Сочи. Сегодня в городской администрации состоялось очередное заседание с участием главы города. На разговор с ними были приглашены те, кто не трудоустраивает своих работников официально. Подробнее Елена Овсецина. Время просьб и уговоров прошло. Два трудовых летних месяца, когда и гостей много, и работы показали. Предприниматели не спешат оформляться, как работодатели. В пенсионный фонд отчисления за своих работников не делают. Об их пенсионном будущем не заботится. Нет с людьми никаких трудовых договоров, уходит предприниматели и от налогов. Любой глава будет за свои налоги бороться. Если вы здесь работаете, а налоги платите в Ростове, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, вы не платите их нигде здесь. Это плохо. Это нарушение. А то, что вы людей не оформляете, делаете их нищими. Часть предпринимателей действительно оформлена в других городах, и от такого бизнеса городу никакой прибыли. Одни нелегально держат работников, другие даже мудряются командировать с этой группой людей. Краевая комиссия по труду, которая продолжит свою работу и на следующей неделе, разберется, что это за десант. Гражданка говорит, что она запустила кафе, якобы компания, предприятие общественного питания. Все работают по командировочным до 30 дней. Другие объясняют, что не успели оформить работников, поскольку только открыли бизнес, хотят доходы, они получают уже третий месяц. Но жалости больше не будет. Система штрафов заставит предпринимателей сначала изучить федеральное трудовое законодательство, а потом уже открывать собственное дело. Семейный бизнес тоже, оказывается, не обходится без нарушений. Дочери там работали, не знали, что надо оформить. Теперь я готова оформить. Государственная инспекция труда Краснодарского края выявила нарушение в 183 сочинских организациях. Не захотели официально оформить трудовые договоры со своими работниками и выплатить им опять же официальную зарплату, придется потратиться на другое. И это уже немалые штрафы. За пять дней инспекторской проверки было наложено штрафов на общую сумму более 4 миллионов рублей. Для индивидуальных предпринимателей грозят штрафы до 10 тысяч рублей на каждого неоформленного работника, на юридическое лицо, то есть это общество с ограниченной ответственностью, до 100 тысяч рублей на каждого неоформленного сотрудника. Это только состав, часть третья, 527, но также в момент проведения проверки государственный инспектор труда может выявить и другие нарушения, которые будут квалифицироваться по другому составу. То есть штрафы грозят очень большие, существенные. Жить по законам рано или поздно, а все равно придется. Неформальной занятости, заявил мэр, в Сочи больше не будет. Все социальные и экономические задачи курорт решит. И город, куда вложены миллиардные средства, теперь должен благоустраиваться за собственные деньги. Это должен понимать каждый житель курортного города, понимать и беречь то, что уже отремонтировано и построено. В Сочи выявлены нелегальные перевозчики как на общественном транспорте, так и в такси. Накануне представители народного контроля по поручению главы города проверили законность выхода на линии автобусов в Лазаревском районе. Остановка на оживленной федеральной трассе. В курортный сезон и не сосчитать, сколько ежедневно приходит сюда пассажиров, желающих воспользоваться общественным транспортом. Только вот, как выяснили общественники, путь этот не всегда может быть безопасным. Разный ННН. На одну фирму разный ННН. Штампинг поддельный. Получается, формально бумажки есть. А что случись, ответить будет некому. Спросить не с кого. Дальше больше. Оказалось, что в Сочи жаждущие подзаработать предприниматели самовольно запустили целый маршрут. Это маршрут катково-щель АШ. Значит, на протяжении двух дней выявлено 25 машин, 25 автобусов, которые работают не на законном основании. И в частности, водители автобусов – это жители города Ростова, республики Алания, Казани, со всех регионов России. То есть, водители, которые перевозят людей, никак не гарантируют безопасность движения. По итогам рейда народные контролеры зафиксировали факты нарушения документально. Эти материалы по Лазаревскому району будут переданы в соответствующие инстанции для дальнейшего разбирательства. Ряд нарушений выявлены специалистами Департамента транспорта и связи администрации Сочи и Вадлере. В ходе систематических контрольных проверок автобусов, маршруток и такси особое внимание уделяют безопасности. Выясняют, прошел ли водитель инструктаж и медобследование, а также ряд других необходимых факторов для выхода машины на линию. На следующей неделе будет организованная проверка совместно с правоохранительными органами и транспортной инспекцией для того, чтобы уже конкретно наказывать водителей на линии. Департамент транспорта однозначно работает в этом направлении и безопасность пассажиров на муниципальном транспорте будет обеспечена в полном объеме. Внезапные проверки маршрутных линий, общественного транспорта, а также заказного будут идти весь высокий сезон совместно с правоохранительными органами. У нелегальных перевозчиков, которых выявят контролеры, изымут транспорт и их также ждут штрафы до 300 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И продолжаем выпуск. В 2017-м Сочи примет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Российская заявка на проведение этого мероприятия стала единственной принятой Генеральной ассамблеей Всемирной федерации демократической молодежи. Фестиваль стартует в Сочи с 14 по 22 октября. Уже сегодня в мэрии курорта состоялось первое заседание рабочей группы. Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Россия его принимала дважды. Прошедший в Москве в 1957 году был признан самым массовым за всю историю фестивального движения. В нем участвовало 34 тысячи человек. Второй в 1985-м собрал 26 тысяч участников. И вот спустя 30 лет наша страна вновь принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 19-й форум обещает быть грандиозным. Больше 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет приедут в Сочи из 150 стран. Это музыканты, спортсмены, журналисты, лидеры молодежных организаций, политических партий, преподаватели, аспиранты и студенты, молодые ученые. Парад участников пройдет в Москве. Основное открытие фестиваля состоится 15 октября в Ледовом дворце Большой. Задействованы в проведении молодежного форума будут и другие объекты Олимпийского парка, а также горный кластер и некоторые площадки центрального района Сочи. Какие точно, пока неизвестно. План мероприятия, а также вопросы размещения участников и логистики начали обсуждать сегодня во время первого заседания рабочей группы. Как отметили ее представители, большой плюс в том, что в Сочи уже есть прекрасная инфраструктура. Мы уверены, что предстоящий фестиваль повысит интерес к России и, конечно, к нашему городу. Участников ожидает насыщенная культурная, спортивная, образовательная программа. Будет проведено множество панельных дискуссий, конференций. Состоятся выставки, театральные, цирковые, музыкальные, кинофестивали. В рамках образовательной программы международные встречи пройдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам в области политики, науки, экономики и образования. Культурная программа международной встречи предусматривает проведение конкурсов и творческих состязаний. Отбор и регистрация участников продолжается. 19-й фестиваль молодежи и студентов пройдет под лозунгом «За справедливый мир и дружбу народов». Официальный логотип «Разноцветная ромашка и голубь» уже утвержден. Ровно 60 лет назад город-курорт победил малярию. Искоренил это инфекционное заболевание, как известно, советский российский бактериолог Сергей Соколов. Сочинцы не только помнят подвиг этого человека, но и продолжают начатое им дело. В городе размножают и выпускают в водоемы гамбузию. А сегодня на курорте стартовала новая акция «Эвкалипты и школьники растем вместе». В 2012 году в Сочи открыли памятник борцу с тропической малярией. С тех пор митинги памяти, посвященные Соколову, здесь проходят ежегодно. А именно 4 августа, в день рождения заслуженного врача. Благодаря тому, что бактериолог начал осушать в городе заболоченные местности, опылять и нефтевать водоемы, высаживать эвкалипты и платаны, разводить гамбузию, 1956 год стал первым годом в истории Сочи, в течение которого не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией. Сегодня общественники курорта решили объединить усилия и, по примеру, Сергея Соколова, следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой курорта. Первым шагом была акция «Гамбузия. Золотая рыбка. Сочи». Благодаря эколого-биологическому центру сочинцы выпустили в свои водоемы порядка тысячи этих лучеперых рыб, когда-то спасших город. Сегодня у памятника Соколову объявили о старте новой акции «Эвкалипты и школьники. Растем вместе». Думаем, что года через полтора получим саженцы, которые точно так же, как рыбу, сможем где-то на городских территориях высаживать. Может быть, просто давать людям на придомовых территориях. Пусть эвкалиптов в нашем городе будет много. Они обладают очень большим количеством фитонцидов, запах, который убивает, отгоняет комаров и так далее. Но, в принципе, изначально идея высадки большого количества эвкалиптов была именно осушение почвы. Главные участники мероприятия – подрастающие поколения сочинцев, которым, как и местной природе, эта акция принесет только пользу, считают организаторы. Это поможет нашему городу быть более чистым, более экологичным и, конечно, для того, чтобы наши гости смогли хорошо отдыхать. В будущем хотим организовать такую команду, которая будет рыбку, гамбузию разносить по всем районам города и давать нашим жителям. Нам это, как благодарным сочинцам, продолжать эти дела добрые Соколова Сергея Юрьевича и стараться на благо города. В том числе и благодаря таким мерам, призванным предотвратить размножение комаров, знаменитый курорт останется таким же безопасным, уверены специалисты. И сомнений здесь нет. Все меры проверены на деле 60 лет назад. Миллионы семян эвкалипта сегодня разойдутся по всему городу Сочи. Первыми их получили сочинские дошколята и школьники. Ну а их ровесники, воспитанники эколого-биологического центра подготовили не только сами семена этого вечно зеленого растения в таких вот красивых конвертах, но и практические рекомендации по выращиванию эвкалипта. Здесь все о том, куда и во что сеять семена, как высаживать ростки в грунт, как за ними ухаживать. И это еще одна левка в сочинцах – дело сохранения экологии курорта. Инга Кабеши, Адемий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Первый в Сочи фестиваль кукол «Культ Куколфест» открылся сегодня в городском арт-пространстве «Форд». Кукольных дел мастера приехали для участия в выставке как со всей России, так и из стран ближнего зарубежья. Форд, а именно фрагмент крепостной стены форта Александрия, долгое время был закрыт. Территория и сам дом купца-политеди, который впоследствии стал первой городской поликлиникой, был под замком. Попасть сюда было большой удачей. Все изменилось весной этого года. Форд музифицировали. Теперь двери в творческую галерею открыты всем. Здесь свои проекты на суд зрителей выставляют художники, дизайнеры, скульпторы, музыканты. Сегодня новое арт-пространство Сочи заняли кукольники. Кукол здесь огромное множество. Веселые, грустные, забавные, милые, трогательные и эпатажные. Своих театральных кукол на фестивале презентует и известный сочинский кукольник Роман Соколовский. Приехали в Сочи и куклы, приобрести которые стараются коллекционеры из самых разных стран. Речь идет о работах художницы Анны Чапурной-Олейник. Почерком кукольницы считается своеобразное изображение животных. Сложные фактуры, тонкая детализация, игра световыми пятнами. Все это автор перенесла со своих полотен на кукол. Мне хотелось сделать куклу вот такой, как не бывает, как с седьмого неба. Ну вот какая кукла должна быть? Ну конечно кукла-слон. Первая моя кукла была это слон, потом постучался носорог, потом лошадь. То есть это три животных, которые, вот именно что они, только они, вот трое воплощаются в кукла. Я не знаю почему, я не знаю. Мне кажется, я жду, что зритель сам мне объяснит. Может они помогут. Анна приехала из Белоруссии. Кукольница никогда не видела море, но всегда мечтала вдохнуть морской бриз. Одна из ее коллекций так и называется «Марина». Ее-то Анна и привезла на кукольный фестиваль в Сочи. Тему моря должны были раскрыть наряды героев. Это какие-то волны, это какой-то водопад, это какой-то прибой, отлив. Я только по ощущениям одевала их. Для меня вот одежда в куклах – это очень важно. Это часть концепции, часть продолжения какой-то идеи в кукле. Действительно море такое. А это интерьерные куклы Натальи Олизок. Все герои сказочные. Многие из них, в том числе и бабушка Варвара, являются призерами различных фестивалей, в том числе и кукольного Оскара, фестиваля Пандора. Любимчиками зрителей являются и зайцы-кукольницы, один из которых стал лицом сочинской выставки. Она у меня такая солнечная, сочинская получилась девочка. Сделана из паперклея. Это такой пластик, который застывает на воздухе. Работа кропотливая, делается целый месяц. И все мои образы, они рождаются откуда-то извне. Сказать, откуда они приходят, мне очень сложно, к сожалению. Хочется поделиться с людьми вот этим счастьем. Объединить возможное с невозможным. Такое возможно только в куклах. Благодаря этому куклы ручной работы и становятся высокохудожественным произведением, отмечают кукольники. Цель просто показать людям, что кукла не только предмет для игры, что это предмет искусства, что в ней есть душа. Можно просто найти для себя что-то интересное. Кто-то захочет тоже заняться куклой, кто-то захочет приобрести ее себе. В городе Сочи таких кукол еще не было. Мы собрали очень интересную коллекцию. Мастера неповторимы, все разные и все со своей изюминкой. Все четыре дня фестиваля кукол в форте, помимо выставки кукол, будут проходить концерты симфонического оркестра, уличные ярмарки, а также спектакли сочинского и московского театра кукол. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Российский флаг сегодня торжественно подняли в Рио. Церемония прошла в Олимпийской деревне. Несмотря на весь негатив вокруг национальной сборной нашей страны, начало игр ждут с нетерпением и спортсмены, и болельщики. В Сочинском музее спортивной славы сегодня провели мероприятие в поддержку российских спортсменов-олимпийцев. Там побывала и наша съемочная группа. В зале музея спортивной славы мощная группа поддержки начинающие и уже заслуженные сочинские спортсмены. Волейболист Владимир Кондра участвовал сразу в пяти олимпийских играх. В трех как спортсмен и в двух в качестве тренера. Кондра рекордсмен в своем роде завоевал полный комплект олимпийских наград бронзу, серебро и золото. Чувства спортсменов, которых не пустили на игры в Рио, говорит олимпийский чемпион, понимает отлично. В 80-м году, когда я стал олимпийским чемпионом в Москве, многие страны бойкотировали. И, соответственно, через четыре года в Лос-Анджелес не поехали в наша страна и в страны социалистического содружества. То есть это ни к чему не привело. Многие ребята и мои друзья остались без этих соревнований, к которым они готовились. И целый олимпийский цикл. И в результате кто-то вообще не стал олимпийским чемпионом, хотя по силам он был должен его выиграть. Из 28 видов спорта на Олимпиаде в Рио наши спортсмены будут бороться за медали лишь в 23-х, благодаря вмешательству политики. Так в Бразилии не будет наших тяжелоатлетов. Представители этого вида спорта, братья Яркины, пришли на мероприятие, чтобы поддержать своих друзей. Бронзовый призер игр в Пекине Дмитрий Лапиков тоже не остался в стороне. Сейчас в преддверии Олимпийских игр идет давление на спортсменов, внешнее давление. И внутри, конечно же, мы должны поддержать наших спортсменов, которые добрались до Рио. И пожелать им в сегодня простое время бодрости духа, как говорится, и спортивной злости. Пришла на мероприятие и мама известной сочинской теннисистки Елены Весниной. Елена хоть и с трудностями опоздала на стыковочный рейс, не было билетов, но все-таки до Рио добралась и будет участвовать в Олимпиаде. Бороться и за себя, и за тех, кого на игры не пустили. Они уже на месте со сборной, веселые, такие счастливые, что они вместе. Говорится, когда мы вместе, мы непобедимы. Каждый из гостей мероприятия оставил для членов нашей национальной сборной видеообращение. Его разместят на сайте Олимпийского комитета. Ведь, как говорят уже бывалые спортсмены, когда ты там, на Олимпиаде, за тысячи километров от дома, важно каждое слово поддержки от земляков. А еще на специальном баннере почетные гости оставили пожелания для наших спортсменов. Желали удачи, ну и, конечно, только побед. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи стартовал один из сильнейших хоккейных турниров на Черноморском побережье. Предсезонные матчи с участием ЦСКА, СКА, Олимпийской сборной России, и местного клуба Континентальной хоккейной лиги пройдут с 3 по 6 августа в Ледовом дворце Большой. За первыми матчами наблюдала Татьяна Говоркова. Предсезонный турнир открыл матч между Олимпийской сборной и командой ЦСКА, ставшей в прошлом сезоне финалистами Кубка Гагарина. В составе сборной России – одни из сильнейших защитников, нападающих и вратарей. Именно они и составят костяк команды, которая примет участие на этапах Евротура, в чемпионате мира, а после и на играх в Пхенчхане в 2018-м. Все игроки, которые и на этом сборе, и на других сборах будут в Олимпийской сборной, они все потенциальные кандидаты в основную в нашу главную команду. Это главная цель создания этой Олимпийской сборной – подготовка ребят для главной сборной. А уж кто ей будет нужен, это уже будет решать руководство первой сборной, в первую очередь, и главный тренер. Счет во встрече с ЦСКА открыли олимпийцы, забросив шайбу соперникам на второй минуте игры. После продолжительных атак и сильной обороны, московским армейцам удалось забросить ответную шайбу. Счет 1-1 продержался до конца основного времени матча, поэтому победители определили по итогам булитов. Решающую шайбу забросил нападающий Олимпийской сборной Александр Барабанов. По словам хоккеистов, игра была сложной не только потому, что на льду встретились сильные игроки. Тяжелая игра, потому что, по сути, третья у меня в сезонке, тем более лед был сильный. Он недавно только был заморожен, туман стоял, не видно было, по сути, кому отдать дальше двух метров. Ну так, ничего страшного. Потихоньку там разыгрались ближе к впереду и улучшилась обстановка на арене. Мало. Все-таки, я думаю, создавали сегодня моментов. Маловато. Не очень было много работы в вортарей. Есть над чем работать, есть над чем работать. Немножко беспокоит зона обороны наша. Так что этот турнир действительно зрелищный и неспроста его называют одним из сильнейших на Ченоморском побережье. После сыграли хоккейный клуб «Сочи» и питерские армейцы. Победу в овертайме одержали хозяева турнира. Ледовые баталии в Большом пройдут до 6 августа. 4 числа красно-синие скрестят клюшки с обладателями главного приза КХЛ 2015 года. А олимпийская команда встретится с хоккейным клубом «Сочи». Ну а в последний игровой день команды обменяются соперниками. И по результатам встречи будет определен победитель открытого хоккейного турнира. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова